Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами на канале «Радость моя». На наш сайт «Закон Божий» приходят вопросы очень разнообразные, касающиеся и духовных сфер жизни, и практических, и даже таких, как спорт. Вот несколько вопросов, которые этой темы касаются, я постараюсь осветить. Какими видами спорта можно заниматься, а какими нельзя? И почему? – спрашивает «Рад Божий» Алексей. Даже таким страшноватым видом спорта, как смешанные единоборства, он недавно сошел с арены, занимался православный человек Федор Емельяненко. Я думаю, многим известно это имя, и на меня он, например, произвел впечатление своим невозмутимостью, которое является отражением смиренного устроения души. Вот это видно, хотя, значит, вид спорта жестокий, очень даже. Но при этом вот он как-то с каким-то христианским устроением души этим спортом занимался, без всякой злобы и ненависти к своему сопернику, значит, который наносит тяжелые удары, и он ему наносит тяжелые удары. Но при этом вот не думаю, что ему надо идти на это, вытекается в том, что он занимался таким видом спорта. Так что если ты стремишься самоутвердиться, добиться успеха любой ценой, идешь на какие-то жестокие поступки, или принимаешь какие-то допинги, деньги, все это, конечно, страшно и недопустимо. Но это вот в разных видах спорта вполне может быть. А если ты занимаешься спортом для того, чтобы укрепить свое здоровье, для того, чтобы, кстати, чувствовать себя лучше, то, мне кажется, тем видом, какой тебе интересно, тем и занимайся. Ну вот если спросить там, что бы я там конкретно посоветовал, ну вот такой благородный вид спорта, как верховая езда, вот научиться управлять сильным животным, который сильнее тебя, и при этом благородное такое животное, мне кажется, очень полезно и для физического, и духовного устроения человека. Фехтование, там такие командные игры, там волейбол, баскетбол, футбол, которые вот так развивают такую коммуникативную способность человека. Там настольный теннис или большой теннис. Пожалуйста, вот, конечно, такие вот единоборства вот требуют от человека просто особого состояния души, чтобы он не озлобился, не стал каким-то жестоким, не использовал полученные навыки в своей повседневной жизни. Вот совсем недавно вот прозвучало, что как раз специалист по боевым таким единоборствам и ударом кулака убил молодого человека. Совершенно недопустимо. Так вот, если в тебе такая жестокость проявляется, что ты вот свои искусства можешь против человека использовать. А если ты занимаешься вот, ну, чтобы вот стать сильнее, стать крепче, закалять свою волю и тело, пожалуйста, мне кажется, можно тем, что вам нравится и тем, что, так сказать, вам доступно, можно заниматься. Я год назад пошел в секцию рукопашного боя. Сначала все было нормально, но потом нас стали там учить о какой-то энергии, находящейся вокруг нашего тела. Стали заниматься различными практиками, основанными на буддизме. Я человек верующий, и мне это чуждо. Но если я скажу родителям, что хочу уйти из секции, они будут против, ведь занятия оплачены из их кармана. Как убедить родителей? Спрашивает рабожий Максим. Мне кажется, очень правильная постановка вопроса. И слава богу, что вот у Максима, его душа так реагирует на вот эту какую-то духовную подоплеку, духовную неправду. Да, конечно, если включаются какие-то практики, энергии, вот какой-то оккультизм, из такой секции надо уходить. А вот как донести до родителей? Вот очень хорошо формулить проблему в форме вопроса. Вот вы нас спрашиваете и родителям задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот так, так и так. Учит непонятно чему. Вот что вы скажете? Я понимаю, что деньги заплачены, и вот мне самому ходить не хочется, но как-то у меня душа не лежит раз. Вот такая постановка вопроса. Ну, вот посмотрите, что они вам ответят. Не будут же они говорить, что раз деньги заплачены, значит, там, ходи во что-то не стало. Или если они, допустим, скажут так, скажут, ну, тогда я вас прошу, пойдите с тренером поговорить, зачем это нам нужно. Или нас учат вот спорту, или нас учат каким-то этим духовным практикам. Пусть он так до практики уберет, оставит, значит, единоборство. Попробуйте, Максим, подумать, вот как обратиться к вашим родителям, чтобы они, значит, произнесли тот ответ, который вот вам нужен. И вот будьте терпеливы. Мы как бы хотим, чтобы результат был мгновенно. Вот не всегда так получается. Ну, вот подумайте, поищите. Может, с одного раза не получилось. Попробуйте повторно, там, ну, скажут, ну, все равно, уходи. Ну, пойдете, скажут, ну, все равно, вот, я все равно пошел, но мне все равно, вот, против моего духовного устроения. Нет, уж я вас прошу, дорогие мои родители, позвольте мне не ходить. Вот поищите что-нибудь, найдете. Наверняка найдете. Потому что на самом-то деле вы правы. А раз вы правы, значит, Господь с вами. А если Господь с нами, кто против нас? Тем более, что родители не хотят же вам зла. У меня есть знакомый, занимающийся йогой. Занятия эти в духовном плане могут ему навредить. Но он мне твердит, что занимается исключительно физическими упражнениями, а не духовными практиками. Как мне его переубедить? Спрашивает раб Божий Сергий. Вы знаете, переубеждать кого-то, это очень и очень редко удается. Мне кажется, это как бы даже невозможно. Пойдите, попробуйте вот там вас переубедить или еще кого-нибудь. Это же очень трудно. Но вот опять-таки нужно с ним беседовать и задавать вопросы. Если действительно это какие-то духовные практики, то, по крайней мере, вам нужно засвидетельствовать свое отношение к этому. И сказать, что, знаешь, это совсем не сочетается с православной верой. И тебе это, вот я боюсь, что тебе это навредит. По крайней мере, вот вы свое отношение высказали, и вот вы желаете ему помочь. И вот то, что от вас зависит, вы сделали. Если же эти занятия с духовными практиками не связаны, ну, вот пусть он вам объяснит, что это так. А если связаны, ну, вот периодически возвращайтесь к этой проблеме. Вот ищите, вот как можно, так сказать, коснуться его сердца. Вот какие-то яркие, хорошие православные книги ему порекомендуйте, которые он бы стал читать. Не, ну, там, трудную богословскую литературу, а какие-то жизнеописания или учения современных святых, чтобы это вот воспринималось человеком, так сказать, с достаточной легкостью. Может быть, это на него подействует, и он откажется от этих занятий. Дорогие друзья, наша передача закончилась. Мы пытались дать ответы на ваши вопросы. Надеюсь, что в этих ответах прозвучали советы, которые вам пойдут на пользу. Всего доброго. Господь с вами. Субтитры подогнал «Симон»!